Всем привет! С вами Алис Каннберлаб. Работаем с картами, смотрим погоды на ближайшие дни и делаем вывод о катаклизмах. Начинаем с Европы. Какие здесь происходят сейчас процессы? Мы видим, что циклон находится над Северным морем, влияет на Норвегию, Южную Швецию. Хвост опускается через запад Германии, во Францию. Тут еще мини-циклончик находится между Азорскими островами Португалии. Влияние там тоже оказывает непогоду. В Средиземноморье, Южная Франция, здесь находится какая-то такая система. Смотрите, в Ливии находится, да, через Сахару проходит. Это хвост, хвост от системы, который находится, смотрите, сейчас в Иране. Вот циклон, а хвост его идет через Саудовскую Аравию. Там мощные грозы как раз наблюдались в эти дни. Такие процессы выпадения града произошло около города Хаиль. Это Саудовская Аравия, там мощный градовый покров. И, судя по всему, вот это все идет в Сахару тоже. И, наверное, это хорошо для этих регионов. Там осадки приветствуются в любом виде. Так, и находится у нас Черноморская здесь депрессия, которая влияние оказывает, смотрите, и на Румынию, Молдову, Украину. Здесь, получается, в сторону Воронежа выходит, да, Тулы, регион Прикавказья, то есть все при Черноморье по кругу здесь оказывает влияние. Над ней находится такая область ясной погоды, Белоруссия наиболее выраженная. И затем идет такая полоса очередного хвоста. Это циклон, который находится вот здесь в районе Ямала. И влияние он оказывает на Урал Северный, на Коми и идет сюда через Карелию в сторону Прибалтику. Вот такие вот у нас сейчас облачные системы наблюдаются. Давайте почитаем, что пишут люди. Вот из Санкт-Петербурга Даня Комаров пишет, что влажно и плюс 6 градусов. Да, там такие лужи во дворах. В Тамбове пишет Неля Воробьева, 14 марта. Утром было минус 5, но это вчера было. А днем было плюс 3 градуса. Ну то есть такая вот уже предвесенняя погода настоящая. Нальчик. Нальчик из Нальчика пишет нам Олим Будаев, что плюс 6 градусов и полупрозрачная облачность. Ну и слойка отошла на равнину и частично в горы и тем самым прояснение. Ну видно, что здесь, да, есть прояснение. Мы видим это на карте. Захар пишет из Кривого Рога. Спасибо, вчера днем был снег, чуть припорошил землю и растаял. Сегодня в обед пошел дождь. Вот такие вот события происходили вчера. Егор Цимиринов пишет. Согласно прогнозу с юго-восточными ветрами на европейскую часть СНГ в ближайшие трое суток будет поступать пыль ближневосточных и среднеазиатских пустынь. Видимо, с этим связана высокая пыльность воздуха на юге Москвы. Вот видите, о чем идет сообщение. Соответствует ли это действительности? Да. Мы видим, что вот здесь Узбекистан, Туркменистан, Южный Казахстан. Отсюда прямо вот направление ветра идет в сторону Беларуси. И здесь дальше происходит такой разворот. С чем это связано? С наличием антициклона, который сейчас находится над Казахстаном. И, соответственно, вызывает вот такое вот движение воздушных масс. Так. Александр из Казани пишет. 14 марта днем было плюс 5. Облачно, ночью минус 3. Ветер западный 5 метров в секунду. Сугробы 57 сантиметров. Ну, как-то они плохо. Плохо пока уменьшаются. Ольга Шаломова пишет, что да, по ТВ показывали Камчатку, что там творится. Ну, и в Казани сегодня дует. Ну, имеется в виду вчера. Так, что у дочки с головы зимнюю шапку сдуло. Она говорит, домой не шла, а летела. Вот как бывает. Квартири забывает со всех сторон. Вот такие вот сейчас события происходят. Так. Из Западной Сибири. Вчера писал нам в Жене 86, что в городе Сургут было минус 10. Константин Антипин из Тюмени пишет, что сегодня утром было минус 4, а днем плюс 2 градуса и без осадков. То есть такая хорошая погода в Тюмени наблюдается сейчас. Так. Виталий Вишталюк из Полтавы пишет, ночью, спасибо, ночью был ледяной дождь, а потом снег, а утром солнце. Вот такие вот события происходили вчера в Полтаве, в районе Полтавы. Так. Екатерина Никифорова пишет, Тарас, Казахстан. В понедельник было плюс 17, во вторник и в среду прошли сильные дожди, а вчера, соответственно, было лужи, несмотря на минус 5, не замерзшие, но вечером состоялось минус 11 и 95 процентов влажности. В итоге появился такой туман, который показывает, что идет прямо влажность от земли. Да, видно, что у вас такие суровые перепады с плюс 17 до минус 11 градусов. Как-то очень жестко. Ну вот такие процессы происходят сейчас. Рядом с Казахстаном у нас находится город Астрахань, вот здесь недалеко от Каспия Северного. И вот Александр Тачков пишет оттуда, что днем было плюс 7, облачно с прояснениями вчера. Временами наблюдалась слабая пыльная буря. Так что вот это, о чем мы говорили, это соответствует действительности, подтверждается очевидцами. Видимость охудшалась до 4 километров и скорость ветра в порывах была до 20 метров в секунду. Вот такой вот у нас ветреный антициклон сейчас доминирует в Центральной Азии. Так, чуть восточнее из Алматы пишет нам Everlast King. В Алматы днем было солнце вчера, а в 4 часа повалил снег. Вот так вот такие процессы происходили вчера. Так, дальше переходим теперь в Сибирь, в Южную. И нам пишет Чиж 20. Добрый вечер, Новосибирску и области пообещали качели. От минус 20 до плюс 5, от плюс 5 до минус 20. И так до конца марта. Да, суть по всему, вот эта система, которую как раз описывали в городе Тарас, Казахстан, она приходит к вам, и поэтому ничего удивительного в этом нет, что будут вот такие мощные перепады. Так, Егор пишет, нормальные стихи, поздравили с началом выборов РФ. Но это с юмором. Так, Алексей Покровский пишет из Иркутска. Вот здесь вот интересная система рядом с Монголией. Сейчас находится за Байкалем, между Байкалом и Читой. Где-то примерно так. Смотрите, она опускается и через Монголию, и Китай. И в итоге соединяется с этой депрессией, которая находится над Южным Китаем, которая там зафиксировалась и препятствует тому, чтобы там пошли весенние процессы, как ни странно. Да, тут еще в Центральном Китае тоже такие депрессии. А вот Акламакан, там все ясно, ну там как бы котловина такая пустынная. Ну давайте почитаем, что пишет Алексей-то нам. Алекс, спасибо. При Байкале день минус 2 градуса сегодня был. Ночью до минус 8. Ветер с порывами до 7 метров в секунду. Всем здоровья, мир добра и хорошей погоды на выходных. Лайки, сердечки. Спасибо вам большое, Алексей. В Якутии. Давайте посмотрим, что там в Якутии. А в Якутии все хорошо. В Якутске ясно, прекрасная погода. И хорошая новость уже. Температура теперь не опускается ниже минус 30 градусов. Но и днем не поднимается, чем выше минус 10. То есть в таком диапазоне такой хороший, слегка морозный, но с ясным ярким солнцем зимы, который вызывает много позитивных эмоций. Наверное, я думаю, март-апрель это самые лучшие месяцы, чтобы посещать Якутию. Ну это мое личное мнение. Так, давайте дальше теперь смотреть, что происходит здесь. Остается циклон в районе Камчатки. Ну смотрите, он раскручивается, он раскручивается. И в результате влияет и на Магаданскую область, и на Чукотку, вызывая там непогоды. А тут следом уже новый циклон идет. Видно, он сейчас у Хоккайда находится, да, и судя по всему будет развиваться. Плюс внимательно нужно наблюдать за вот этой вот системой, которая из Монголии, судя по всему, дрейфует в сторону Востока. Так, смотрим теперь, что у нас здесь Индонезия, Австралия. Ну здесь гроза проходит и по северу Австралии тоже. Ну здесь, судя по всему, какой-то шторм такой сформировался в Индийском океане. За ним надо понаблюдать, пока ему название никто не дал. Вот, но вчера вот на Яве отмечался довольно-таки сильный шквалистый ветер. Вот, то есть были мощные непогоды. В целом Австралия, мы видим, потихонечку очищается от гроз, да, все это мигрирует вместе с экватором сейчас климатическим на север. Но вот на юг уже такие более холодные массы сейчас распространяются со стороны Антарктиды. Так, так что ничего удивительного, что такие процессы происходят. Но до Южной Африки здесь дотягиваются хвосты из Антарктиды. И вот Александр из Казани впечатлился, что в стране Лесота, вот она находится, где, в районе Леона зафиксировано ночью 0 градусов. И это в Южной Африке, да. Но это, если перевести на климат северного полушария, это как в сентябре. Вот, но широта, конечно, там небольшая, поэтому это 30-е широты. Поэтому это удивительно, да, почему на такой широте, как бы в сентябре, вот такие уже морозцы практически, но заморозки. Но с чем это связано? С тем, что вот доходят хвосты из стороны Антарктиды. Здесь прервался хвост, но тоже видно влияние Антарктиды в районе Уругвая, Южной Бразилии, Северной Аргентины, вот здесь ячейки возникают. Давайте посмотрим, что у нас в США. Вот этот грозовой фронт, он очень медленный, видно, да, и он сместился южнее. То есть вчера события наблюдались от Канзаса до Великих Озер, до Огайо. И там были множественные супер ячейки, вот, которые, к сожалению, не прошли без последствий. Вот в штатах Индианы Кентукки, там снесло несколько домов разрушительным торнадо. На реке Огайо в Индиане, прям над рекой торнадо наблюдался такой зрелищный. Но и, к сожалению, три человека как минимум погибли. И погибли они в штате Индиана, связанное с тем, что в Америке распространены такие домики, лагеря как бы, как пионерские лагеря, но там домики на колесах такие стоят, то есть трейлеры, и в них живут люди, и, представляете, в такой лагерь зашел торнадо и убил троих человек как минимум. Ну, то есть там еще и дома посносило в Огайо, в Идиане, поэтому такие сообщения о потенциальных массовых жертвах, как бы вот так сформулировали, но на самом деле непонятно. И мы сейчас видим те процессы, которые происходят сейчас. Это просто непрерывная, понимаете, вот как цветомузыка, цветомузыка самая настоящая. Мы видим от Канзаса, от Техаса, вот как раз до чуть ли не до Северной Каролины, такая вот непрерывная пляска. Ну и, соответственно, ничего там удивительного нет, что там возможна генерация торнадо различных. Ну и плюс град, шквалы и все прочие прелести. В Канаде мы здесь видим облачность в центре страны, но вроде бы там как пошло все на потепление. Мы вчера наблюдали. Вот Ольга Шаламова пишет, что с подругой из Канады переписывалась, у них уже плюс 18 градусов. Я спрашиваю, как так? У них уже весна. Спасибо вам большое, Ольга. У вас очень много контактов по миру. Чувствуется, что такой космополитичный человек. Так, давайте теперь посмотрим, что у нас по осадкам. Проверим. В Канаде снежок, в основном в северных регионах, в районе Гудзонного залива. Вот здесь еще в районе Великих озер такая мелкая депрессия. А здесь мы видим много структурные. Тут одна полоса гроз таких умеренных. Ну и то, что мы видели, вот здесь чуть южнее. Затем мы видим антициклон, который идет за этим. Судя по всему, этот антициклон вызывает довольно-таки сильную прохладу. Здесь в районе Южной Бразилии, Уругвай, Северная Аргентина. Мы видим грозы. Так, в Африке вроде бы все нормально. По северу Австралии грозовая система. Ну и вот здесь формировался какой-то циклон, который может перерасти в такой настоящий шторм, ураган. Посмотрим. Так, циклон в Северном море находится между Норвегией и Шотландией. И перед ним нагон теплого воздуха в районе Черноморья. Вот здесь вот кое-где осадки возможны. Ну, вроде не особо сильные. В Иране, в Саудовской Аравии осадки. И вот то, о чем писали люди, как раз антициклон находится в Казахстане. И он закручивает, вызывает сильный ветер. И вот это вот все, что там пустыня, дно бывшего Аральского моря, все это летит в сторону Паулжи. Поэтому ничего удивительного там нет. В сторону Каспии, Паулжи. Ну и дальше до Беларуси может доходить. Этот поток ветра. А дальше разворачивается в сторону Урала. Поэтому в этих регионах возможны осадки в виде песка и пыли. Так, у Новой Земли находится циклон. Опускает хвост через комик к Северному Уралу. Мы видим, что в Сибири, возможно, кое-где снегопад. Вот здесь Монголия такая система интересная, которая может привести к каким-то катаклизмам. И в районе Камчатки. Камчатки, Магаданская область, Чукотка. Вот здесь вот мы видим довольно-таки мощную систему. Плюс Северная Япония. Здесь растет, подготавливается еще один циклон. Так, смотрим теперь, что у нас будет ночью сегодня. Ну, циклон Норвегии перекочует. И в район Финляндии здесь будут осадки. В Европе тоже возможны дождики в связи с этим хвостом. Но здесь с юга как бы пытается протиснуться еще антициклон. И вот такой вот мощный циклон в центре Атлантики. Ну, а так, циклоны мы видим, что идут в основном по северу. Здесь у Ямала он будет. Хвост опускается в Западную Сибирь, вызывая там снегопады потенциальные. Ну, и смотрим вот за этой депрессией. Она идет в Восточный Китай. И дальше, судя по всему, будет выходить в Приморье. Так, ну, а вот на Камчатке эта система никуда не движется. И поэтому, судя по всему, выходные тоже пойдет со штормами в этом регионе. Да, на Дохотским море вот оно становится. Начинает плясать с этим циклоном. На восток движется здесь в сторону Приморья. Поэтому, судя по всему, к воскресенью в Приморье используется непогода. Но от Ямала здесь циклон не отлипает. А хвост опускается в центр Южной Сибири. Доходя до границы с Казахстаном. Одна средняя здесь, смотрите, становится антициклон. А с Черного моря депрессия полностью переходит в район Кавказа. То есть, влияет не только на Черного моря, но еще и на Каспийское. И мы видим дождики вот здесь вот будут в субботу в Центральной Европе. Ну, а мощная непогода будет в Южной Норвегии и Южная Швеция. Циклон, который находится в Атлантике, будет уже своим хвостом влиять на погоду в Ирландии. И может быть, северо-западная Испания. Давайте посмотрим США. Ну, вот этот хвост в итоге вылезает. Вылезает в субботу полностью за пределы США. Но этот циклон идет дальше. Посмотрим, пойдет ли он на Европу. Между Гудзоновым заливом и Великими озерами здесь будет какой-то снежный циклон. Плюс вот здесь вот на Аляске и на северо-западе Канады. Так, давайте посмотрим, какие температуры сейчас у нас. В Европе хорошие погоды такие весенние. Ну, тут в Мадриде плюс 9, прохладно Андорра плюс 3. Мурсия плюс 18, Париж плюс 13, Лондон 12, Берлин плюс 13 градусов. Будапешт 11, Подгорица 13. В Румынии прохладно 6-7 градусов, София плюс 9, Кишинев плюс 5, Кривой Рог плюс 5, Харьков 4, Кишинев плюс 6, Львов плюс 6 градусов. Минск плюс 7, в Балтийских странах 6-9 градусов, примерно такие температуры. 7-8 градусов на западе РФ. Ну, вот в Смоленске прохладнее, здесь плюс 3, в Москве тоже плюс 3. По Волжье, Нижний Новгород потеплел уже плюс 2, Казань 0 градусов. Видно, что потихонечку переходит через нулевые отметки, но южнее здесь мы видим сильный ветер, поэтому несмотря на то, что здесь плюс 6-7 градусов, я думаю, что там некомфортно. Плюс, когда сыпется там песок или пыль, понимаете, вы ходите там в белой одежде, порадоваться весне, а в итоге ваша одежда превращается в странный цвет. Так, Оренбург минус 3, Екатеринбург, Южный Урал около нулевые температуры, чуть севернее здесь остаются морозы еще, Норкута минус 10, ну а так уже, в принципе, идет курс на потепление, да, уже около нулевые или плюсовые температуры. Прохлада остается только в северном Казахстане, даже вот в Канде-Агаши минус 2, до сих пор Жасказган минус 1, Астана минус 5 градусов, никак туда не может дойти тепло. Алматы минус 4, тоже сегодня как бы холодало, Бишкек плюс 3, Ташкент плюс 8, Душамбе плюс 13 градусов, Ашхабад плюс 14. Тут циклоны находятся сейчас на Ближнем Востоке, да, и хвосты, поэтому погода неоднозначна. Багдаде плюс 28 прогрелось, ну вот в районе залива 24-26, а вот на Ближнем Востоке 15-16 градусов. Плюс, возможно, тоже какие-то бури, потому что ветер так ходит, бродит. 12-14 градусов, так, Ламакане на Алтае где-то минус 6, на юге Сибири в районе минус 7, минус 6, минус 7, примерно такие температуры. Иркутск минус 1 градус, в Чите плюс 1, Могоча минус 6. Якутск минус 16, Магадан минус 2, видите, как потеплело за счет этого циклона. Охотск минус 6, но вот на севере здесь еще остаются температуры за минус 20 градусов. Анадаль минус 16, Петропавловск 0 градусов, там как раз центр циклона недалеко. Комсомольск минус 7, Хабаровск минус 3, в районе Владивостока плюс 6 градусов, плюс 9, плюс 11 в Корее, потихонечку весна туда заходит. И вот перед этим монгольским циклоном мы видим заток теплого воздуха, поэтому в Пекине плюс 21 градусов, Ухань плюс 20, а вот южнее здесь 16-19 градусов. Видите, какие процессы на юге тут за счет вот этой облачности, которая препятствует солнечному свету. Так, Индия потихонечку теплеет, хотя в Дели всего плюс 27 градусов, как-то не по сезону, хочется сказать. В Австралии более-менее прогрелось за счет вот этих циклонов, которые идут по северу, но по востоку здесь ощущается прохлада. На юге Тасмании всего плюс 12 градусов, смотрите, как похолодало в Новой Зеландии. Южный остров здесь всего лишь плюс 8 градусов, да, потоки вот идут прохладные со стороны Антарктиды. Так, давайте теперь посмотрим, что у нас в Америке. Морозы по северу, в центре Канады, да, здесь тепло, смотрите, как все прогрелось вот за счет этого циклона. А вот скалистые горы здесь как раз антициклон и опускается холодок и, соответственно, встреча с теплыми потоками воздуха, идущими с Мексиканского залива, приводит к тем явлениям, которые мы наблюдали. Прохлада идет в Южной Чили и Аргентине, поэтому ничего удивительного, что вот здесь вот так же полоса сильных гроз происходит, потому что в Северной Аргентине довольно-таки жарко. Тепло сейчас в Южной Африке и довольно-таки жарко вот здесь вот в районе Эфиопии, Судана, под Сахарой. Кстати, смотрите, сегодня как-то плохо прогревается Северная Африка. Давайте глянем, что у нас будет ночью, какие процессы. Так и сохранится вынос теплого воздуха, мы видим в Западную Сибирь, прям таким неприродным потоком пойдет даже и ночью. А по Северному Казахстану здесь за счет антициклона и восточных ветров, здесь пытаются в Поволжье морозится такой зайти, причем, смотрите, он и в Турцию заходит, и даже вот в Западную Украину, Румыния. Ну, здесь, где Карпаты, там тоже ожидаются такие подмораживания. Давайте завтра днем посмотрим. А днем будет такой мощный поток тепла через Центральную Европу, через Урал, прям будет настроение весеннее. И будет чуть ли не до Центральной Сибири доходить, за счет вот этого циклона все это подтягивается. А вот Северный Казахстан так и остается в зоне прохлады, потому что на юг, смотрите, здесь затекает тепло со стороны Индийского океана. Здесь хорошо, а вот в этой части какая-то прям полоса холода. Но в Восточной Сибири мы видим, что здесь резких изменений нет, может быть, чуть-чуть похолодает. То же самое в Якутии, остаются морозы на Дальнем Востоке, ну и здесь, конечно, в районе Охотского моря влияние вот этого циклона будет сохраняться. Давайте посмотрим 20 марта, какие здесь будут процессы. Тепло практически во всей Европе, за исключением Коми, Северного Урала. Останется прохлада в Северном Казахстане, представляете, а через Восточный Казахстан сюда, в Сибирь, будет заток чуть ли не до Якутии теплого воздуха доходить. Вот такие вот новости на сегодня. С вами был Алекс, канал Берлабжи. Отличного упражнения. Субтитры создавал DimaTorzok